Информационная служба ГТ продолжает работу в эфире. Спасибо, что вы с нами. Это итоговые новости вторника, 26 апреля. В Ярославле завершился фестиваль «Будущее театральной России». В восьмой раз на родину первого русского съехались выпускники вузов страны. 300 участников и 15 спектаклей. Таков БТР в цифрах. А еще мастер-классы, творческие встречи, кинопоказы и позитив. Вот и Марина Смарагдова позитивно перелистала страницы фестивальной жизни. Цените моменты счастья с близкими, ведь они рядом с нами не навсегда. Смотрите на сцене Волковского театра 29 апреля. Звездная роль любимца ярославской публики, народного артиста России Валерия Кириллова в искреннем, добром музыкальном спектакле «Тевье» о том, как непросто быть отцом. Апельсиновая вечеринка на Первомайском бульваре. Это финал яркой и насыщенной фестивальной недели. БТР, увы, стал историей, но обещал вернуться. Апельсин – символ фестиваля, солнечный, как большинство его участников. Многие уверены, что очень скоро станут знаменитыми. Семь фестивальных дней вместили 15 показов дипломных спектаклей. В Ярославль приехали, можно сказать, самые маститые вузы – ведущие театральные школы страны. ГИТИС, Щука и Щепка – так называют театральные вузы при Театре Вахтангова и Малом, школа-студия МХАТ. И, может быть, менее известные, но крепкие с традицией институты – от Крыма до Хабаровска. Дипломные работы, безусловно, не вершина творения, но наметанный глаз видит дарование. Талант не скроешь даже под маской. Все довольны, и это здорово. Все считают, что все-таки такой фестиваль существует, потому что это очень престижная возможность встретиться в Первом русском театре и выйти на сцену Первого русского театра. Ну и потом, конечно же, обменяться впечатлением, встретиться друг с другом, пообщаться. Фестиваль очень много задач преследует, и мы считаем, что в этом году они в большинстве своем были выполнены. Для начала профессиональной жизни важно напутствие мастера. В рамках фестиваля их было четыре – Игорь Золотовицкий, Александр Кузин, Евгений Марчелли, Дмитрий Певцов. Театр идеальный, он не воспитывает, он просто какие-то наши закрывшиеся в душе наши возможности или плохо открытые, он их помогает немножко раскрыть. Редко случается, что актеры думают на сцене, а это, может быть, самое важное, не говорят, а думают. Итог фестиваля, безусловно, трудоустройство. Дебют на сцене Первого русского – все равно, что путевка в профессию. Молодое поколение волковцев как раз и вышли из-под брони БТРа. Марина Смарагдова, Михаил Орлов.